Добрейшего времени суток всем, продолжаем проходить новое время ремейк. В общем, по заданиям у нас сейчас найти глянца, но для того, чтобы найти глянца, нам нужно поговорить с людьми на ферме. В принципе, можно сейчас довольно легко и быстро телепортироваться туда, через Волка. Есть дело, пойдем до моста. Ну и отсюда уже пробежимся на ферму. Так, на месте. Ну-ка, зима. Здороваться не учили? Слышь, ты умник, сюда подошел на... Ты с лагеря? Какая разница? Ты че, урка? Сейчас мы тебе быстро объясним, какая кому разница. Ты теперь на нас работать будешь, а то мы быстро тебе проблем создадим, урод. Ты че, петух, раскудахтался? Попутал конкретно. Тебя? Во что тут всех повалить? Как петухов лютого и шпану на АТП. Че? Я вспомнил этот диалог. Считается, он довольно тяжело. Э, ты че, баклан гунишь? Совсем съеханный. Либо ты за словами следи. Да, пока дырку в башке не сделали. Я за словами слежу, а дырку в голове сейчас вам тут всем понаделаю. Сходи к своим дружкам на АТП. Я вас след за ними и людьми лютого. Что лагерь уничтожить хотели? Пущу. Ну, короче, они тут жестко быкуют друг на друга. Я это считать и хочу. Тут кринж один. Короче, они друг на друга еще сто раз быканули. И это спрашивает. Ладно, что тебе надо? Шоколада, ёпт. Ты вообще кто такой? Зачем тебе транзисторы понадобились? Я зима, понял. А, ну да, но это я говорил, что у лютого свои люди везде есть. Ну, я как бы его человек в сталкерах. А это как их транзисторы? Ну, так это лютый просил достать. Но я сам-то не полезу. Нашли мы тогда лоха какого-то. Это, ну, попросили достать. Понятно. Быдлым, ля. Таким, как вы только работаю, поручать. До встречи. Тарантиновские диалоги. Впрочем, ничего нового. Так, все? В деревне? Получается так. Так, в виде до лагеря. Отлично. Ну, идем к бункеру. Я по поводу задания. Здравствуйте, здравствуйте. Какие наши дела? К этим клоунам на ферме можно было и не ходить. Они, как сказали, есть люди лютого среди сталкеров. Лютый им работу дал найти эти транзисторы. А они первопопавшегося припахали. То есть нашего шустрого. Зря, не зря. Но теперь мы точно знаем, что все на лютого сходится. Припаси снаряга. Нужно будет в темную долину отправиться. Как готов, будешь, заходи. А, я готов в темную долину искать этого лютого. Тут тебе патронов немного. Еще нам военные взялись помогать. Так что тебе будет легче. И да, скажи волку, чтобы доставил тебя до перехода. Хорошо. Ну, удачи. Спасибо. А, я обосрался от объема, да? Ну, давай вот так. Здорово. Есть дело. Давай сюда. А что, тут на блокпасе кто-то есть? Походу, никого. Тут, кстати, два перехода. Оба ведут на свалку. Как мне потом разработчик написал и на стриме на это внимание обратил. Типа, почему два перехода. Вот этот переход, типа, специально для машин сделан. Типа, если вы на машине катаетесь, то вот есть переход через ворота для вас. Это забавно. Итак, я на свалке. Ну и вроде как, мне просто нужно пешком идти до Темной Долины. Как бы ничего такого. Вещи убитого. А мне тут не надо помогать на кладбище техники, я вот не помню. Вроде что-то такое было. Тут, по-моему, есть квест в стиле оригин... Да, 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 да. Привет, сталкер, ты как раз вовремя. Нам сейчас очень нужна твоя помощь. Мы бывшие ученые, сейчас организовали тут пост. Помогаем братьям-сталкерам. Заодно присматриваем за порядком. Сейчас происходит что-то очень странное. Бандиты объединились с наемниками и идут... Эй. Слушай сюда, по моим данным, бандиты с наемниками хотят снова на лагерь напасть. Недалеко от тебя есть лагерь доцента, найди его и помоги ему с нашими товарищами. Ну это у меня сообщение написали про этот квест, но я уже заранее сюда пришел, поэтому... Блин, нахрен я аптечку взял. На их аптечек дохрена на самом деле, надо по выбрасывать. Так, а чё ты прервал диалог? Короче, я помогу. Мы устроим тут засаду, они пойдут со стороны Агропрома с запада. Если поможешь там успирить, то я долгу не останусь. Да наши общие знакомые, думаю, тоже до встречи. Ну, короче, стандартный квест из ТЧ припахали сюда. В целом ок. О, антирад, кстати. Я, правда, бинз зачем-то забрал, но тем не менее. Идут, они идут. Давайте. Ждем. Отлично, мужики. По свойствам чё? Свойства стандартного артефактов, к сожалению. Поэтому... О, вон они, вон они, вижу их уже всех на карте. А гранат у тебя, гад, как говорится. Бам! На нахуй минус три. Пораздал стилька, так сказать. Один остался. Эх, сожгу. Один останусь, блядь, меня убивают. Кто угадает, откуда эта фраза, тот молодец. Из какой игры. Там ещё мужик бежит. Хотя он говорит, что молодцы мужики, мы их одолели. Это, видимо, из лагеря. Дурачок. А остальные придут, интересно? Вроде не планируют. Ха, зачем я забрал энергетик? Мне он не нужен. Ну-ка, антирад одноразовый? Бля, антирад одноразовый. Я это думал, он тоже многоразовый. Но это уже нечестно, я считаю. У них тут темпы пятки, грейжены. Забавно. У всех причём практически. О, ещё антирад. Вот антирады, да блин. Антирады надо забирать. Антирады это база. Чё, всё, больше сюда никто не идёт? Ну и хрен с вами. Я вас как бы манить сюда не буду, мне ну незачем. Пойдём к деду. Спасибо, друг, ты нам очень помог. Деньгами возьмёшь благодарность? Возьму. Держи, на поправку здоровья, спасибо. Так, ну всё, давай ББ, 2000 он нам дал. Ну и теперь вроде как просто нужно идти в Тёмную Долину. Ничего такого. А вот в Тёмной Долине уже будет настоящий экшен. Привет, мужики. Вы свои? Это долговцы? А чё вы тут стоите? Странные вы, ребята. Стоят чё-то. Ну ладно. Можем ещё мимо депо пробежать. Чисто посмотреть чё там, но опять же, по-моему, ничего такого. Как минимум задание переделанного на отражение бандитов там... Ну, вроде нет. ХЗ, не помню. Тут вообще наёмники на остановке селят. Так, антирадик, давай. Нифига, там машина с тележкой? Охренеть. Она, наверное, юзабельна даже. Врядь, наверное, там просто так стоит. Тут-то есть за переход. Ух ты ж, блядь. Я тебя понял. Так, чё у нас тут? Военные кого-то прессуют. Какого-то бедного бомжа. В десяти раз застрелили. Так, найти лютву у нас задание. Но лютву у нас как бы здесь, да. Поэтому просто идём. Блядь, опять я радиацию схватил. Ну, какой же я идиот. Почему он как-то медленно, на самом деле? О, нет, антирадноградзовый всё-таки. Или чё? Всё, подожди, почему у меня, во-первых, не отнимается... Что? О, сейчас отнимается. Не понял. Короче, я не понял. Я аптечкой, походу, сбил эффект антирады или чё? Наверное, не знаю. Ладно. В любом случае, нужно будет побыстрее заиметь артефакты на минус радиацию. Потому что что-то антирады попадаются довольно редко. И они ещё и здесь не вечные, скажем так, в отличие от аптечек. Привет, мужички. Как оно? Так, это кто? Это бандиты? Это бандиты. Я-то думал, это военные уже здесь. Но не тут-то было. Ой, больно. Ладно, попытка номер два. Чё-то я недооценил пацанов. Готов. Чё-то я не вижу пока что помощи от военных. Сообщение, помогите, умираю. Это типа отсюда осталось сообщение, там же никого нет. Мне военные вроде здесь. Всё-таки помогают, ладно. Причём они уже прямо на базу забрались. Полансина. Так, ну пока они здесь воюют. Жёстко стреляются. Взрываются там, я не знаю. Наша задача рашить до главного кабинета. О, нормальный он. Так, ну чё, бомжей уже почти не осталось. Так, пофигне. Так, чё тут? Я в кабинете. О, посылышка. Возьму на всех случаев. Антирады. Пригодятся. Ой. А, Кассен началась. Допросить Лютого. Ну, Кассен такая какая-то кривоватенькая, конечно. Но вот первый прикол, смотрите. Лютый бежит в машину. И сел у неё. И вон он прям сидит. Видите, моделька есть. И он поехал, блядь. Вы такое видели вообще где-нибудь? Охренеть. Ну, то, что руки летают, это, конечно, я не знаю. Фиксится, не фиксится. Но, по идее, должно фикситься. Ой. Сержант Седых. Ну что, сбегай от Лютый. Вот прицел от тебя и подстрели его. Я понял. Давай быстрее. Спасибо за ещё один прицел, но... О, нихуя так тут Абакан снайперский валяется. Так, ну-ка. Опа. Нормально. А, ты молодец. Беги к телу, пока его мутанты не загрызли. Спасибо, я пошёл. Ну, это выглядело, конечно, немного топорненько, да? Но всё равно это было круто. Знаете ещё, наверное, я выброшу вот эту штуку, выброшу вот эти штуки и пересяду на Абакан снайперский. Патронов 5.45 на этой базе более чем достаточно. Тем более, я вот тут могу элементарно взять, да? В шкафчиках, скорее всего, есть. Но в шкафчике что-то не впадло обыскивать. Я вот с бандитов пособираю. Короче, будем с Абаканчиком играть. Побежали отсюда. Так, тут тоже патронов немного подлутаем. Ой. Ты что здесь делаешь? А, а. Фух, я испугался, блядь. Эти иконки воен... Ай. Опа, опа, опа. Какие опа, подожди. Айди в пизду. Эти иконки военных меня напрягают. Я подумал на секунду, что я военного подстрелил. Так, ну чё? Вот остатки его машины. И вот сам мужичок этот. Лютый. Давай мне патроны свои. Флешка Лютого. Флешка с данными Лютого. Подбираем. Трифон, слушай сюда. Недалеко от тебя есть лаборатория СФ-17. Там сейчас ученые. Найдешь Семенова и спросишь, как наши дела продвигаются. Ладно. Сейчас я тут только разгружусь чуть-чуть. Поговорить с Семеновым. Ну давай. Рассказать всё Барману или Трифону. А тут чё, отдать флешку Барману? Ну я думаю, учитывая, что флешку Барману надо отдавать, я буду рассказывать Барману. Там ещё одна машина стоит, если чё. А кто с кем? Блядь! Какого хера тут бандиты? Не, ну хотя ладно, они здесь по дефолту. Или типа бандиты штурмуют здесь ученых? Где Семенов вообще? Семенов внизу. Ну да, походу это типа бандиты штурмуют. Какая-то резня здесь сумасшедшая происходит. О, здорово. Ты прям дверь открыл сам, да? Привет, сталкер. Бандитов нет наверху? Нет вроде уже. А что случилось? Да пока мы в лаборатории работали, бандиты завод заняли. Но мы по рации смогли военных вызвать, потом связь пропала. День ждали, вот решили выйти. А вы куда? В лабораторию? Я от Трифона по делу. Он просил узнать, как идут наши дела. Так, от Трифона наши дела. Наши дела, передайте такие. Новые элементы не сильно отличаются от готовых, поэтому продолжать эксперименты больше не будем. Потенциала по расчётам больше нет. Энергоёмкости элемента на текущем этапе достаточно, чтобы начать его реализацию. Это всё? Вот документы для Бармена. Смотри, головой отвечаешь. Теперь всё. Вон. Ну и все дороги ведут к Бармена, получается, да? Ок. Допустим. Ой. Что за вылет-то на ровном месте? Не понял. А, радиация. Я где? Короче, я ловил стабильный выход, блин, вылет на выходе из завода. Вот этого вот. Не знаю, в честь чего, но я просто перенёсся командой на эту локу и всё. Ну, я скинул знакомому мододелу лок. Ну, потому что он был в сети, в моменте так чисто. Вот. Он сказал, что чё-то, короче, там подгружается и из-за этого вылетает. Херово знает, что это, но я решил перепрыгнуть. Вот. Надеюсь, там в Тёмной долине больше ничего не было. Так, ну чё, подходим к блокпосту. Тут обычную хрень в чат пишут, стандартную. А чё, кабаны будут нападать или нет? Не, ну ладно, они же должны были сказать, что, типа, со стороны Тёмной долины движется вала мутантов. В таком случае просто спокойно идём в бар. А я хотел на машине прокатиться, поездить. Поездил, блин, я даже не знаю, а чё там в теории испавнилось. Хз. Итак, я в баре. Там, как обычно, грызут какого-то бедолагу. О, много бедолаг. Посмотрите на карту охренеть. Но меня это не особо интересует. Я тут мимо пробегал. А ты кто? Чё, ты какой-то красный, чёрный ты долговец? Странный у вас экзоскелет. Иди своей дорогой, стелкер. Завали ебало. Так, ну чё. Я в баре, блин. В баре красиво. Хай. Э, а где нормальный бармен? Ты кто вообще? Бармен. Здравствуйте, что вас интересует? Здорово, да просто пока осматриваюсь тут у вас. И что, обращайся? Хорошо, я по делу Семёнова. Выкладывай. Записывай. По нашему делу. Новые элементы не сильно отличаются от готовых, поэтому продолжать эксперименты больше не будем. Потенциала по расчётам больше нет. Энергоёмкость элемента на текущем этапе достаточно, чтобы начать его реализацию. Вот документы возьми. Так, чтобы начать его реализацию. Всё, записал. Держи, заслужил. Как будешь готов, приходи за следующим заданием. Так, подожди по делу Семёнова. Тебе от Трифона привет, я информацию Лютова принёс. Так, давай её сюда. Ага, есть. Держи сумму, заслужил. 50 тысяч, нормально. Так, ну и дальше по делу Семёнова просто, да, общаться. Значит, вот что. Тебе нужно разобраться с наёмниками на агропроме. Они там засели относительно недавно. Нам-то нужен их лидер. Нужно от него разузнать, что за дела они ведут и какой интерес им додел сталкеров на кордоне. Все эти нападения на лагеря, у этих товарищей, в общем, какая-то нездоровая активность. Нужно разобраться. У наёмников там что, база? Ну, не совсем база. Так, лагерь. Но укреплены хорошо, поэтому запаси снарягой хороший. Понял. Окей. Чё продаёшь, кстати? Ох, нихрена, экзоскелет. 200 тысяч. А у меня 133 всего лишь-то. Скат. А вот чё скат в два раза дороже стоит? Берил. Замедлятор. О, кстати, с иконкой, лол. А вчера на той версии, которой я играл, не было иконки. Забавно. Возьму его по фанчику один раз. Так, ну ладно, мне у тебя нечего покупать. Я бы у тебя броню купил, но у тебя броня дорогая, пиздец. А берил какой-то, брать не хочется. Ладно, чё? Работа есть у кого? Убить предателя. Ну, стандартную работу у циклички я брать не буду. Петро. Здравствуй, браток. Я Петро. Могу починить оружие, броню за небольшую плату. Почини мне пистолет. Ствол исправлено. Основное оружие. Всё. И прикидь мне, подлатай. 357. Ну, понятненько. Довольно дешево, на самом деле. Ты чё скажешь? Ничего не скажешь. Охотник молчит. Этот мужик ничего полезного не рассказывает. Ну, хз. Существует ли вообще дополнительное задание в баре? Вот если бы контакты отмечались, было бы, конечно, намного проще. Зашёл в контакты и смотришь, кто примерно квестовый. Кого... Ну, стоит ли вообще кого-то искать или не стоит? Ну-ка, Арни, чё-то скажешь? Бой есть. Не, ну, бои я не хочу проходить, если честно. Не особо это интересно в данный момент. А на территории долго меня пропустят? Привет, мужики. Чё скажешь? Всё тихо. Да? Можно? Вроде можно. Вроде никто не против. Пойдём к Воронину заглянем тогда. Ты кто? Чё, я себе. Какой-то мужик страшный. Ебать! Это не Воронин, это Зевс какой-то. Охуеть, чё это такое? Какой-то мощный мужик просто в майке на похер стоит. Чисто все в комбезах какие-то. Все максимально снаряжены, уплотнены. И на похуй мужик стоит просто в майке мускулами своими светит. Вот это-то легенда. Короче, понятно, ни у кого ничего нету. В основном просто циклички обыкновенные ещё из оригинала. Жаль. Ну ладно, сказали идти на агропром. Идём на агропром. Допросить главаря наёмника. Вот так вот сразу в лоб, да? Задание мне дают. На допрос. Без прелюдии, типа, добраться до агропрома, уничтожить базу. Ну ладненько, побегу я на агропром, увидимся уже там, я думаю. Такс-такс-такс, я перешёл на агропром. Меня тут встречает какой-то мужик. Шульга, ты что ли? Нет, это Севка Винт. Здравствуй, сталкер. Я из Долга. Наш главный хочет с тобой поговорить и предложить помощь. Ни одному тебе не нравится, что тут наёмники прижились. Я сам как-нибудь разберусь. У меня дела тут. Может, потом зайду к вам. Не спеши, впереди паровоза, сталкер. Наш командир знает, зачем ты здесь. Поможет. Блин, ну ладно, ради чисто доп-квестов пойдём. Хорошо, раз просят, чего и не зайти. Куда идти? Мы обосновали базу в здании института, где раньше военные были. Ну пойдём. А, ну тем более меня переносят, ладно. Ну просто, если он мне сейчас отрядку это даст, то впадло. А если там просто чисто какой-то квестик сделать или там снаряжение, то окей. Я просто не хочу с кем-то штурмовать. Я хочу один. Так, мужички бегут куда-то. О, ДТП. Бля. Ну ладно, я здесь вроде протиснулся. Я уже демо-рекорд думал писать. О, нифига, халява. Нормально. Лейтенант Ардашев. Здравия желаю, не квестовая ветка. Опа, подожди. Ну вот для начала давайте у вас ко мне и сделаем. Приветствую тебя, сталкера. Я знаю, зачем ты здесь. Я хочу помочь и тебе не болеть. Это с какой радости вы мне помогать так рветесь? Уж точно не от нечего делать. Ты тут по заданию Трифона вроде как с наемниками разобраться хочешь? Ага, вроде. Так и мы здесь недавно обосновались. Нам как долго очень не нравится в последнее время активность наемников, особенно на окраинах. Так до меня дошли слухи, что эти козлы начали нападать на лагеря новичков и вроде как с бандитами сбратались. Ну да, есть такое дело за ними. Наемники, я тебе скажу, разные бывают еще со времен образования зоны. Их услугами нередко пользуются ученые, некоторые сталкеры. Эти еще куда не шли. А есть просто сборище бандитов, которые за бабки что угодно и кого угодно. Так эти, что тут на фабрике засели, не из лучших по моим данным. Это и есть те, которые на кордон нападают. Да, это они, мне это Трифон сказал, это точно. Хорошо, мы пробовали вести переговоры с наймами, все без толку. Там одни быдлы. Короче, мы атакуем их базу. Я узнал, что у тебя там свои интересы и позвал тебя обсудить это дело, чтобы мы не навредили друг другу. Эээ, я понял, мне нужен только и главарь. Хорошо, как будешь готов на атаку, дай знать. Так, я подел... Нет, подожди, здравия желаю, не квестовая ветка. Че там? С чем пожаловал сталкер? Эээ, да просто так зашел. А, да? Ладно. Может нам пока недоступно? Я готов. Ох, блядь, что ты мне навыдавал? Рация. Бизон. Возле базы наемников находится мой отряд в засаде. Я дай... Я тебе даю рацию с нашей чистотой. Когда идешь на место, вызовешь наших ребят. Разведчик долго. Мои люди засекли, как Сутулы убежал в катакомбы. Ищите его там, пока он другими норами не ушел. А, другими норами. Так, какая-то рация. Рация для вызова спецотряда долго. Потом посмотрим, как она работает. Это я цепану на Абакан. Это мы выкидываем. Ну и все, идем, в принципе, потихонечку. Я бы еще колбаски похавал. Найти Сутулу в подземелье агропрома и ранить его. А кто такой Сутулы, я не понял. Ну, у меня, кстати, задание допросить главаря наемников пропало. То есть у меня метка прям тут была. Видимо, Сутулы это и есть главарь наемников, или что? В любом случае, мне нужно к базе сначала подойти и штурмануть ее, правильно? Или что? Наверное, я так думаю. Кстати, а время-то у нас что, сколько? Пол первого? А спать можно? Блин, вот что-то, не знаю, не подумал. Ночью играть не очень хочется. Так, что, вызываю, давай. Все чисто. Можете подходить. И где-то стрельба началась. Так, а кто здесь? А, подожди, так тут долговцы. А где наемники вообще? КамАЗ стоит тут. Тут долговцы, сталкеры, ебать, а где наемники? Что-то я вообще не понял прикола. Допросить главаря наемников. Нет, ну, в принципе, вот они наемники, но я думал, они будут внутри. Что там? А, освободить фабрику от наемников, я сделал задание. Куда побежал? Стоять. Ладненько. Блин, я думал, они прям фулл фабрику держат, а они здесь чисто на площадке вот эти расположились, да и все. Но это как-то несерьезно. Так, ну пойдем в подземку тогда, учитывая, что прошла инфа. Можно и в подземочку навидаться, я считаю. Ныряем. Так, я в подземке. Женя Ова тут какой-то валяется. Что тут, бандосы? Вот это вот старая озвучка бандитов, которая в внутренних модах еще фигурирует. Она меня всегда забавляла. Как говорится, эффект Манделы. Мармок никогда не озвучивал бандитов в модах на сталкер. А, я не заряжен. Как так-то? На-нах, нормально он еще. Навалил перед смертью. Ебать, ребята, у меня снег идет. Все, в пизду запись, я приду. Так, все, ребят, я здесь. 11 октября. Первый снег. Ура, дождался. Так, что у нас тут? Продвигаемся дальше. Кровосос будет? Кровососа не будет. Жаль, я уже был готов. О, долговцы. Привет, ребят. А где, собственно, мужик? Ты кто? Наверное, здесь. Тут у нас кто-то сидит, отмечается. Ну-ка, за которым мы гонимся. А, да, реально, лежит. Че лежишь? Спишь, что ли? Ранить сутулого из легкого оружия. Так вот и так раненый. Ладно, вот это легкое оружие. Блядь, ну ладно. Это не считается легким оружием. Ну сколько тебя еще? Все? О, отлично. Что, гад, что тебе нужно? Говори, что за дела у вас с бандитами? Зачем вам нападение на лагеря сталкеров на кордоне? Транзисторы эти аномальные. Что вы с лютым мутили? Да пошел ты, урод. Слушай, друг, я сейчас тебе еще ухо отстрелю, а потом другой, если будешь ругаться. Ладно. И цыголовые придумали новый элемент, который обладает способностью аккумулировать колоссальную энергию. На большой земле такая хрень будет бешеной бабки стоить. Многие большие дядьки захотят себе такую штуку. А ботаники за это время могли сто раз этот прибор спихнуть за кордон. Какой спихнуть? Забрали бы у них все сразу, как только бы узнали. Ну так, при чем тут эти разработки? Хороший тут моросить, наверное, тебя для коммуникабельности отстрелю. Да-да, подожди. Приборы эти и есть транзисторы. Ботаны что-то мутят непонятно. От своих же за кордоном доцентов все скрывают. А слухи это, как его, опровергают. Но потом замутились что-то с Трифоном, элементы на кордон перегнали. И это вообще закинули в аномалии. Мы думали, что, не совсем съехали? В чем логика? Думали, мы с пацанами спрятали, типа, это же какой баклан догадается, что такая хрень на кордоне валяется в аномалии. Но говорили мы тогда, не зря они яйцеголовые. Додуматься только, это же лоху понятно. Если что-то интересное наклюнулось, ищи ближе к центру, там все движки. А тут на тебе, на кордоне, и военные рядом, и лагеря, как прикрытие, типа. Да, вот что хочу сказать, диалоги, ну, плохо очень написано. Не знаю, запятые, не там, какие-то построения слов, это тоже, ну, очень тяжело читать, хз. Я, конечно, не эксперт в области написания диалогов, да, но... Вот есть моды, в которых прям читаешь, сразу все понятно, как что читается, куда, что, зачем, и какое значение у всего этого есть. А тут просто набор слов, честно, вот, мое мнение. Но узнали вы, как это все. А это работа у нас такая, везде свои люди есть. Нам светиться особо не хотелось. Бандитскому бугру тему загнали, типа, дело на большие бабки есть. Но в суть дела и не посвящали. Дело на бабки великие, и все. Они там транзисторы достают, и все. Думали, гладко все будет. Они вроде как достали уже, сами не пошли, послали кого-то. Там что-то мутное, типа тот пропал. А потом в лагере его заметили у сталкеров. Но мы бандитов прессанули, бугур их задергался, решили штурмовать в лагере они. А лютый звонит, говорит, положили его ребят всех. Вот, думали, не все так просто. Либо военные. Послали еще ребят своих, и на свалки положили всех. Да вот и все. Давай, не болей. Блин, нихуя не понял из этого диалога. Так, получить награду, явиться к бармену. А его можно убивать? Но у него все равно ничего нет. Ладно, на всех случаев не буду, пусть лежит здесь. В принципе, похуй на него. Так, что там, что там? Получить награду, явиться к бармену. Ну, к бармену мы чуть позже явимся. Давайте все-таки выбираться из подземки. И пойдем к мужику с моделькой Воронина на поклон, получим награду. Вылез я на базе долго, ну и пойдем пообщаемся. Наемники уничтожены. Так, кучу всего он мне выдал. Ты нам очень помог, вот твои награды. Спасибо. Вот это найс. Так, это что такое? АК9. Не, с абаканом останусь, сори. Здравия желаний, квестовая. А, и все, да? Я думал, хоть что-то откроется, но нет, ничего нету. Ну все, получается, двигаемся к бармену, увидимся уже у него. Я разобрался с наемниками. Выкладывай. Наемники разнюхали, что ученые создали в зоне какой-то элемент, который может накапливать огромную энергию, и решили, как водится, получить его первыми, чтобы продать его. А ученые спрятали этот элемент на кордоне, недалеко от лагеря новичков. Вот наемники решили, чтобы самим не светиться, делать все через бандитов. Они лютому мозги запудрили, мол, дело на бабки большие и все такое, а бандиты и оплошались. Сами не пошли, а послали нашего шустрого. А я его тогда и подловил вовремя. Да, детектив прям какой-то. Про элементы эти я слышал, но то, что они на кордоне, не знал. Так этот элемент, что ли, есть, те самые транзисторы, что-то Трифону доставал. Получается. Ну да, я бы на месте Трифона тоже бы не трепался об этом особо. Сходи погуляй, мне нужно подумать. Приходи после двух часов дня. Я поделал, после двух часов дня. Бля. О, а что началось-то? Причина тряски. Трясет, пипец. Какие двух часов дня на улице, три часа ночи, блядь? Что, мне время скипать или спать где-то? Ай-яй, на улице-то родой ебашит. То есть там полноценный выброс начался? Я это думал, шляпа какая-то сюжетная. А, нет. Бармен, ты это видела? Что происходит, блин? Как пять лет назад всё. Давай быстрее ко мне. Чё такое? Значит это, бросай всё, бегом на янтарь. Там найдёшь дядю Лёшу. Отдашь ему документы и про выброс узнай. Уж кто-кто, а он больше остальных знает. Где он, я не знаю. Спросишь у учёных в их бункере. Я тебе костюм нормальный подкинул. Хорошо. Бля, мне только эти долгусы дали свой костюмчик. Ну ладно, в Север буду ходить. Чё, я против, что ли? Я не против. Всё, выбор закончился. Так, почини меня. Ага, всё, всё у меня нормально. Спросить у учёных в интере про дядю Лёшу. Поговорить за дядю Лёшу взять документы. Понятно. Чё, на дикую получается надо? Ну пойдём прогуляемся до интеря. А, я только сейчас заметил вот этот худ сраный. Его можно вырубить? Походу нельзя. А если через консолью что-нибудь найду? Не, ладно, я не знаю, что из этого в теории отвечает за худ шлемов. Придётся терпеть. Осторожно, дальше. Дикая территория. Да мы знаем. Так, чё тут? Наемники не встречают? Вроде тихо всё. Хотя кто-то есть в окнах. Да, сидят. А, это долговцы. Окей. Надо бы перезарядиться. О, вояка какой-то сидит. Привет, ты кто? Хз. Я что-то вообще про дробовик забыл. Давно его в руках не держал. Ну вроде тут все свои. Военные, долговцы. Хотя там полторгейст, по-моему, впереди только что был, да? Мне же не показалось. Судя по карте, да. Вот он, гад. Новый гад, блин. Я хотел его убить. Нихрям подлетел. Ладно, короче, дикая территория превратилась в проходной двор. Алкеры, военные, долговцы. Все здесь. Причём, судя по камуфляжу, эти какие-то тоже подвоенными, наверное, ходят. Или это и есть военные? Просто всеми. Ну-ка, вот кто ты? Не, одиночек. А чё у вас камуфляж такой интересный? Так, ладно. Как через помойку зашли, так и выходим. Короче, на дикой территории никого экшона нет. Просто пробежали. Ай, бля. Кстати, уже скоро рассвет. 3.49 время. Уже потихонечку светлеть начинает. Привет, мужик, ты кто такой? Хз, короче. Ну, раз на дикой территории всё спокойно, значит, на интере, по идее, тоже должно быть. Хотя, чё-то охраны тут не особо-то и много. И где-то я слышу стрельбу. Нифига себе свет, какой красивый, да? Это артефакт? На артефакте, типа, или что это? Или это шаурма? Я не знаю. Блин, красиво, красиво. Нифига ты в очках модный. Колыбенко. Я ищу дядю Лёшу. Да, зачем он вам? Я от бармена. Он меня прислал на интерь найти дядю Лёшу, чтобы что-то узнать по поводу ненавнего выброса. Алексей Николаевич сейчас в здании ИК-16. Ищите его там. А там безопасно? Да вы что, как с луны свалились. После отключения установки Меченом, военные зачистили местность от зомби, но мутанты ещё появляются. Район лаборатории сейчас под присмотром военных, так что там относительно безопасно. Не то, что раньше, а внутри лаборатории. Там наши сотрудники, в том числе и дядя Лёша. Ну и военные на всякий случай охраняют помещение. Понятно, спасибо. Не за что. Не? Вы так думаете? Чё тут? Короче, мне туда, да? Ты чё скажешь, лаборант? Ничего не скажет. Ни хрена себе. Ой, бля. Ни хрена себе вот эта штучка. Дрючка. А ну-ка поехали. А, я вспомнил. Бля, подожди, подожди, отмена, отмена. Тут всё супер жёстко. Тут надо... А, ни хрена, я даже могу подсветить вот эту штуку. Тут надо, чтобы вы поняли, переключать передачи. То есть, всё серьёзно, блядь. Вы чё думали? Смотри, блядь, там артефакты лежали в тоннеле, мне показалось. О, да, реально. Сюда лут. А ещё будет? Не знаю, но на выносливость я бы цепанул себе. Блядь, кто обрыгал тоннель? Зачем? Не, больше артефактов тут нет, к сожалению. Ну, короче, да, как я погляжу, тут всё реально в такой прям тотальной безопасности. Хотя где-то зомби я слышу. Безопасно, говорите, да? Чё происходит тут вообще? Так, снорки, давайте. По одному. Сволочи. Отлично. Чё, мне в лабу? Ну да, мне в лабу. Вполне всё безопасно, говорит. Тем временем лужи крови и трупы перед ходом. Привет, мужички. Главное, девки, девки. Вот о чём вы думаете в лаборатории. Всё с вами ясно. Подаем. Так, и кто такой этот ваш дядя Лёша? И где мне его искать? Чё, вы даже аномалию тут вот эту убрали? Охуеть. Или её там никогда и не было? Чё, лаба безлюдная какая-то. Блин, вот в модах практически никогда не показывают лаборатории. Ну, такие, типа, освоенные, да? Типа, что там все сидят. Все, все, всю безопасность. Ой, блядь, что я несу. Всю опасность искоренили. Там какая-нибудь база. Вот я помню в моде конец света 2, последний восход. Так было. Там была объединённая база долгой свободы в Тёмной долине. И она частично была в лабе. Это было прикольно. Перейти на другую локацию. Чё, блядь, какую другую локацию? Я даже не знаю, что за локация. Подождите, мне дядю Лёшу надо найти. Я не знаю, кто он и где он, но рискну предположить, что он сидит у рубильника главного. А, слушайте, я походу догадываюсь, что за дядя Лёша у меня флэшбэк возник в голове. Ща, ща, ща. Ну-ка, если это то, о чём я думаю. Ну-ка. Нет, не ты. Ты? Дядя Лёша. Здравствуйте. Да-да, здравствуйте. Вы что-то хотели? Блядь, чё происходит? Видите, чё там с тенями? Я от бармена. Он прислал меня к вам, как только случился выброс. Просил вам передать это по поводу выброса. Да. Я от бармена. Он прислал меня к вам, как только случился выброс. Просил вам передать это и по поводу выброса. Может, скажете чего? Так, куча научных аптечек дали. Да, давно такого не было. Я думал, и не будет. Этот выброс был для нас очень неожиданным. Что-то спровоцировало его. Что, пока не ясно. Одно могу сказать точно. То, что произошло, ничего хорошего нам не сулит. После 2012 года, все стало вроде спокойно. Неспокойно стало остановиться где-то с месяца два назад. В зоне что-то происходит. Эпицентр выброса мы засекли на выжигателе. Это не менее странно. Возьмите за работу. Ну что же, понятно, спасибо за аптеки. Если вы заинтересованы, можете нам помочь. Да, конечно. Тут есть одно дело. Нужно найти танцора. Он брат бармена. Понимаешь? Понимаешь, кому поможешь. Этот тип ходит по интервью, собирает что-то. Что за дела у вас мутные? Брат бармена тут? Что он тут забыл? И не теребит, и все нормально. Танцор этот в исследователе зоны подался недавно. Заручился поддержкой местных. Я так думаю, не без помощи братца. И пошел во все дыры лезть. Копает, копает что-то. Вот недавно к нам приперся. Пошел в лабораторию рыскать. Нужно его найти и спроводить под предлогом любым. Например, его братца. Все понятно, я пошел. Чиза Хэу, бармена избрат. Ладно, прощайте, оранжевая аптечка. Чуть-чуть возьму, а так прощайте. Блин, а я думал, короче, знаете что? Просто после нового времени выходили другие моды. И я в них вроде даже играл. И там был мод тоже про ученых. То, что вот лаба, тут все хорошо. Да, она освоена. Что за пиздец тут происходит, блядь? Какие-то столкновения. И там в начале игры, ну почти в начале, мы стоим за ученого. И к нам прибегает сталкер. И мы ему типа выдаем задание. Или принимаем задание, я не помню. И все как бы. Я вот думал то, что я как раз таки этим сталкером сейчас и буду. Но не тут-то было. Так, поговори с танцором. А где он? Угу, понял. Ну давайте поговорим с танцором уже в следующей серии. Пока что я буду закругляться, ребят. Всем спасибо за просмотр. Что я могу сказать? Ну, квест с бандитом был прикольный. А то, что было дальше с наемниками, то, что сейчас происходит, ну пока что мутно и непонятно. Вот что мне не нравится в этом моде, да, но это чуть ли не все надо фиксить. Я не про диалоги сейчас. А про то, что в целом вот как-то какое-то строение у мода такое. Какое-то, ну как сказать, не структурированное что ли. Не знаю, как правильно выразить свои мысли, но я думаю, вы меня примерно понимаете. То есть все как-то немного непонятно сделано, как-то немного, блять, как сказать, ну как-то не так вот. Хз. Я думаю, вы меня понимаете примерно, правильно или неправильно? Вот что-то как-то, блять, бегаешь и что-то непонятно ничего. Вот какое-то такое ощущение. Хз. Ну и на самом деле в этом играет большую роль диалоги. Диалоги реально плохо написаны. Но будем смотреть, что дальше. Надеюсь, мы наткнемся на что-то интересное и уникальное. Пока что, ребят, всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующие видео по Сталкеру. Фоловьтесь на... Да не хочу я. Фоловьтесь на Твич, стримлю там, заходите в Телегу. Все новости, анонсы в ней. В описании также имеется ссылочка на плейлист. Если вы не видели первую серию, обязательно посмотрите ее. Всем спасибо, все свободны. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok